Но самая опасность в том, что он, попадая на открытую местность, его период полураспада составляет порядка 4,5 миллиардов лет. Когда Великобритания объявила о том, что Украина получит боеприпасы с обедненным ураном, это вызвало определенную реакцию во всем мире. Самые, скажем так, истеричные сказали «все, третья мировая война, остался один шаг, это ядерное оружие». А люди, знающие, сказали «нет, это очередная ступенька, которая приближает». В принципе, это сказал наш министр обороны. Поэтому нужно всегда понимать, что собой представляют эти снаряды, в которых делаются по технологии сплавов с обедненным ураном. Обедненный уран – это уран-238, фактически отходы от ядерного производства, которое выяснилось, если их добавлять в металлические сплавы, то повышается их твердость. И главное направление, в котором они использовались, и по которым пошло изобретение – это для бронепробиваемости. У вас получается некий снаряд, который имеет металлический сердечник, сплав, в который входит обеденный уран. И вот это можно рассмотреть, например, на снаряде бронебойным, оперированным подкалиберным снарядом, который входит в арсенал всех основных боевых танков мира. Так вот, что представляет собой этот снаряд? Он представляет собой некий ломик. Если мы возьмем как бы летающий ломик. Помните такое выражение было «против лома нет приема», да? Ну, это примерно оттуда. То есть вот такой ломик разгоняется, должен разгоняться по стволу, достигать скорости порядка двух километров в секунду и на расстоянии поражать броню танка. При этом вхождение в броню танка может быть под любым углом, но за счет того, что вот этот вот ломик, вот я его только обозначу, есть, кстати, вот эти вот крылышки, почему его называют оперенным, потому что эти крылышки сообщают стабилизацию полета вот этого летающего ломика. Так вот он, соприкасаясь с поверхностью, за счет вот этой кинетической большой энергии пробивает, и за счет твердости стержня вот эта энергия пробития, она достаточно высока. Это происходит, конечно, все за доли секунды, и если вы смотрите без специальной камеры, которая замедляет движение, для вас происходит так вспышкой, все, там дырочка, и все, он пробил броню. Но если посмотреть за броней, там тоже происходит расплавление, отрыв брони, то есть там даже появляются осколки, которые поражают, например, экипаж, и дальше ломик продолжает свое движение, пока не израсходуя всю свою энергию, пока полностью не разрушится. При этом на пути его движения может оказаться боекомплект, может оказаться двигатель, поэтому поражения бронебольными подкалиброванными снарядами они наносят существенный критический урон любому танку. Но если на наших танках Т-72, Т-80, Т-90 стоят современные комплексы динамической защиты, то эквивалент пробивания этой динамической защиты составляет порядка полутора тысяч миллиметров. Поэтому пробить такими бобсами наши танки будут достаточно сложно. В лоб, в боковую проекцию, в башню. Если нет этой защиты динамической, то да, скорее всего, результат будет известен. Но при ее наличии, а у нас одна из современнейших динамических защит танков, она, как говорится, пробивной эффект от этих снарядов максимально снизит. Мы, конечно, серьезно воспринимаем этот тип вооружения и совершенствовали свои танки, но мы опасаемся не за это. У данного типа боеприпаса есть побочный эффект. Потому что объединенный урон, в отличие от 238, в отличие от 235, он, конечно, менее радиоактивен. Но самая опасность в том, что он, попадая на открытую местность, его период полураспада составляет порядка четырех с половиной миллиардов лет. Когда этот снаряд разрушается, ведь он может разрушиться, поразить танк, а может разрушиться, не поразив танк. Ну, то есть за счет того, что против таких подкалиберных снарядов придумали динамическую защиту. Задача ее заключается в том, что когда снаряд подлетает к танку, ему направленным взрывом навстречу происходит подрыв вот этой динамической защиты, за счет чего разрушается этот ломик. Понятно, разрушив этот ломик, вокруг танка рассыпаются вот эти мелкие осколки этого танка, может быть, даже до уровня пыли, которые заражают местность. Поэтому в ходе боевых конфликтов, которые были проведены в Югославии и в Ираке, вот таких вот отходов от применения этих подкалиберных снарядов было большое количество. Он был твердый для пробивания, но при соприкосновении с чем-то он становился хрупким, рассыпался вот на такие вот... Почему происходило заражение не только объектов, в которые попадал этот снаряд, а иногда пробивал, и это внутри заражение, но и снаружи. И это привело к тому, что после окончания боевых действий, ну, например, против Югославии они применили 15 тонн вот таких боеприпасов, а против Ирака 320 тонн. И, понятное дело, что последствия после применения оказались достаточно катастрофическими, и государства пытались достучаться до Всемирной организации здравоохранения, чтобы обратить внимание. И если мы посмотрим на график применения снарядов, то мы видим, что активное применение этих снарядов началось как раз в период, когда распался Советский Союз. Ну, если мы посмотрим по конфликтам, вот смотрим с 90 по 97 год, это применение вот этих вот боеприпасов, связанных с войнами в Персидском заливе. То есть, вот 93 год, это вот когда против Ирака воевали 91 год, потом были еще операции 95 года, но всплеск произошел вот в 99 году, да, первый всплеск. Это всплеск, связанный с тем, что вот те 15 тонн боеприпасов с объединенным ураном применялись на территории Ягыславии против Сербии. Это было и в Косово. Такого рода, скажем, боеприпасы были и в бомбовом исполнении, поэтому были поражены не только там бронетехникой территории рядом с ним, но и другие территории. И до сих пор сербское правительство констатирует факт, что рост онкологических заболеваний у них продолжается. То есть, онкология из какого-то локального явления стала явлением, которого уже государственного масштаба примерно 25-30% населения Сербии страдает от онкологических заболеваний. И никто за это ответственность не понес. Они проникают в почву, они проникают в водные источники, они проникают в состав растений. Ну, например, сельскохозяйственной культуры человек употребляет там безобидного вида какую-нибудь капусту или морковку, на самом деле может получить внутрь организма вот этот элементик урана-238. Поэтому самые тяжкие последствия, кстати, произошли в Ираке в 2003 году, когда вот как раз здесь график показывает, что самое большое количество боеприпасов было там применено. И там пострадали не десятки, а сотни тысяч человек. А если мы говорим 320 тонн, а есть еще другая цифра – полтора миллиона боеприпасов. Было использовано во время конфликта, во время всех конфликтов на территории Ирака. То есть вот этот весь график, он в том числе отражает применение вот этих боеприпасов на территории Ирака. Ирак больше всех пострадал. Но так как в Ираке правительство полностью подконтрольно Соединенных Штатов Америки, там некому поднять вопрос о том, что население страдает. Поэтому когда Великобритания объявила о том, что она поставит на Украину вот эти боеприпасы, наш президент и сказал, что это действительно произойдет война до последнего украинца. Пострадают не только тех, кого они отправляют на фронт, но и те, кто остаются в тылу. Потому что заражение, оно имеет свойство распространяться. Вот вы рассыпали вот эти остатки урана-238, на поверхности прошел дождичек, потекли там в землю, а там какие-то ручейки и так далее, подземные воды вынесли в сотни километров от места применения. Там он где-то пошел и так далее. То есть это происходит такое заражение. Это страшнее, чем Чернобыль. Чернобыль можно было локализовать. А вот применение урана-238 локализовать достаточно сложно. Поэтому вот такое решение, которое принимает Англия, и которое поддерживает Америка, называя это безопасным боеприпасом, и которым знают уже несколько десятков лет. Да, знают. А последствия кто знает? Поэтому, когда Блинкин говорит, что уран-238 безопасен, он врет. Он нагло врет. Но Америке не в первый раз врать. Когда они начинали войну против Ирака, они говорили, что у Ирака есть оружие массового поражения. Но мы выяснили, что этого оружия нет. Весь мир об этом узнал. Что они сделали? Они сказали, извините, ошиблись. А здесь извинения не помогут. Здесь эту проблему надо решать. Но я вам скажу, что Бигфарма уже к этому подготовилась. Уже Билл Гейтс объявил о том, что они разработают новые вакцины против рака. То есть для них, кстати, вот эта тема станет благодатной для зарабатывания денег. Но мы знаем, как они заработали на пандемии. Мы знаем, что тот ковид, который они говорили, естественное происхождение, наше командование войск РХБЗ четко сказало, что он был искусственным происхождением. А тут есть прецедент. Ирак, Югославия, сейчас Украина появится. Вот вам благодатная почва. То есть они продолжают зарабатывать на несчастьях других людей. И поэтому, конечно же, Россия и Китай выступили с осуждением такого заявления и сказали, что примут ответные шаги, достаточно жесткие. Какие? Я думаю, мы скоро узнаем. Я думаю, эти ответы будут не симметричные, а очень болезненные для тех, кто принимает такие бесчеловечные решения, которые разрабатывают такое бесчеловечное оружие. Готова ли Украина к этому? Ну, я думаю, что правительству Украины на это наплевать. А украинцы, которые так радостно аплодируют таким поставкам, они понимают, чему они аплодируют. Они аплодируют смерти собственной нации. Надеюсь, что они это понимают.